Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Что происходит с капризной погодой и каким метеоявлением нужно быть готовым жителям разных регионов нашей страны? С прогнозом погоды на телеканале Магия Кухни! С вами я, Кристина Шепель. Здравствуйте! Давайте узнаем о погоде на субботу, 21 июля, а в конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах персика. Порт Октау ожидает пасмурный день. Плюс 32, плюс 34 днем и плюс 28, плюс 30 градусов ночью. Высока вероятность дождя. Геомагнитное поле по прогнозам синоптиков в норме. В городе Актобе небо малооблачно. Возможны осадки в виде дождя. Средняя температура воздуха днем плюс 29, плюс 31 градус. Ночью воздух прогреется до плюс 21, плюс 23 градусов. В нефтяном центре Казахстана, городе Атырау, июльская жара не отступает. Однако временами солнышко будет прятаться за облаками. Днем плюс 33, плюс 35. Ночью плюс 25, плюс 27 градусов тепла. Показатели геомагнитного поля в пределах нормы. Первые космические ворота мира и одноименный город Байконур встречают в субботу 21 июля ясным безоблачным небом и жаркой летной погодой. Однако жара снизит свои обороты на несколько градусов. Днем температурные максимумы в пределах плюс 39, плюс 41. Ночью плюс 32, плюс 34 градуса. Геомагнитное поле без возмущений. В городе Балхаш, расположенном на северном побережье одноименного озера, в этот июльский день погода обещает порадовать комфортной температурой. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 29, плюс 31 градуса. Ночью 21, 23 градуса выше нуля. В городе Жасказган жители смогут ощутить легкое дуновение юго-восточного ветра, который принесет с собой теплый летний дождь. Дневная температура плюс 33, плюс 35 градусов. Ночью до 23, 25 тепла. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 30%. В городе Шахтера, в Караганде, ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха в пределах плюс 25, плюс 27. Ночью плюс 16, плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 40%. В городе Кокшетау погоды не будет баловать горожан солнышком. Высока вероятность осадков. Днем плюс 24, 26 градусов. Ночью плюс 17, 19. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Жителям Северного Кустаная также придется отложить купальники. В субботу 21 июля ожидается дождливый день. Дневная температура достигнет 26, 28 градусов тепла. Ночью плюс 19, 21. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. В Казалорде июль продолжает набирать свои обороты. Днем плюс 41, плюс 43. Ночью плюс 25, 27 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Оптимальная влажность воздуха достигнет 20%. В Павлодаре существует вероятность летнего дождя. Днем воздух прогреется до плюс 27, 29 градусов. Ночью плюс 20, 22. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. На севере нашей республики в городе Петропавловске также возможен дождь. Дневные температурные максимумы в пределах плюс 21, 23 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 16, 18, со знаком плюс. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. На востоке страны в городе Семей погода ожидается облачная. Однако северный ветер поможет разогнать облака. Днем воздух прогреется до плюс 25, 27 градусов. Ночью до 18, 20, со знаком плюс. Атмосферное давление в пределах нормы. В центре Семеречья в городе Толдокурган установились солнечные жаркие дни. Днем плюс 26, 28 градусов. Ночью плюс 16, 18. Геомагнитное поле без возмущений. В городе Тарас у жителей и гостей города также будет возможность позагорать. День пройдет без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 30, 32 градусов. Ночью столбик термометра опустится до плюс 21, 23. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. В городе Тимиртау возможен небольшой дождь. Днем температурные максимумы в пределах плюс 25, 27 градусов тепла. Ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. В городе Туркестан 21 июля синоптики прогнозируют очередной жаркий денек. Жителям города не позавидуешь. Днем солнечные лучи прогреют воздух до 36, 38 градусов. Ночью плюс 28, плюс 30. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. В городе Уральск ожидается облачная погода. Пройдет небольшой дождь. Днем плюс 31, плюс 33 градуса. Ночью плюс 20, плюс 22. Юго-западный ветер порывами до 5 метров в секунду. В центре цветной металлургии Казахстана. В городе Усть-Каминогорск облачно. Дневная температура воздуха в пределах 25-27 градусов тепла. Ночью плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. В Южном Шимкенте солнечный без осадков. Днем плюс 36, 38 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 25-27 градусов со знаком «плюс». В городе Экибастуз ожидается облачный летний день. Во второй половине дня высока вероятность непродолжительного дождя. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 26-28 градусов. Ночью плюс 21-23. В самом крупном мегаполисе страны в городе Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем в Южной столице будет по летнему тепло. Плюс 31, плюс 33. Ночью плюс 21-23 градуса. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. Столицы нашей страны, городе Астана, переменная облачность. Во второй половине дня высока вероятность дождя. Днем столбики термометров на отметке плюс 23-25 градусов. Ночью плюс 15-17. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. В любую погоду заботитесь о себе и о своих близких. Питание должно быть не только умеренным и регулярным, но и разнообразным. Включайте в ваш рацион побольше полезных фруктов, например, персик. Во времена Римской империи люди думали, что этот фрукт родом из Персии. На самом деле персик родом из Китая, а в другие страны он попал через Персию. В Китае он является символом удачи, защиты и долголетия. А персиковое дерево часто называют деревом жизни. Персик – очень ценный продукт в рационе питания человека, который считается деликатесным фруктом. Его рекомендуют детям, а также ослабленным после болезни людям для улучшения аппетита. Персик улучшает пищеварение. Из-за высокого содержания калия его рекомендуют при аритмии и других заболеваниях сердца. Благодаря содержанию железа он хорошо помогает при анемии. Персики – прекрасное диетическое средство. Они низкокалорийны, всего 40 ккал в 100 граммах. Так, употребляя в сезон каждый день хотя бы по 3-4 фрукта, можно потерять вес и одновременно обогатить организм полезными витаминами и минералами. Прогноз погоды для вас провела я, выпускница Казахстанской медиа-академии Кристина Шепель. До встречи! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия – стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» – метеопрогноз «Облачная кухня».